Музыка Музыка Всем привет! Музыка Наконец-то я закончила свой кружевной букет от фирмы Нитекс Очень работа была сложная, не в техническом плане сложная В плане вышивки все было легко и просто Но сомнений с этой работой было очень-очень много И в этом видео я обо всем постараюсь рассказать подробно Ну а сейчас я отнесу вышивку на оформление И когда оформлю, покажу вам готовый вариант Ну и расскажу все свои впечатления Как оформлять буду пока не знаю У меня есть в голове несколько вариантов Но в моей багетной мастерской, где я люблю оформлять картины Не знаю, будет ли такой багет, какой я хочу Там не очень большой выбор Но зато там очень низкие цены и очень качественное оформление За три года, пока я там оформляю картины Ни одну работу мне не испортили Поэтому я опять пойду в ту же багетную мастерскую Несмотря на то, что там не всегда есть то, что хочется Но в любом случае там работают хорошие специалисты И они мне, надеюсь, что-нибудь подберут Перед оформлением покажу вам изнанку Для кого это важно Для меня не важно Я не старалась изнанку сделать идеальной Но здесь все зашивается большими участками Поэтому не сложно было вот в этой работе Сделать изнанку красивую Надеюсь, у меня она получилась красивая Так, ричик не трогай Мама уже постирала, погладила Меня спрашивают, чем я удаляю шерсть животных Но обычным липким валиком Все прекрасно счищается Ну все, идем в багетку Улица 8 марта и переулок Сакмарский Угловое здание Вот сюда в подвальчик спускаемся Вот моя любимая мастерская Отглаживала, отглаживала букет Никак такую огромную не получается носить, оформлять Наверное, мне нужен второй ролл В одном у меня хранятся мои процессы А второй, наверное, мне нужно шить, чтобы носить работу с собой Ну, в принципе, здесь не сильные складки В общем, сейчас девочки подойдут и будем выбирать Здесь хорошие специалисты работают Они всегда посоветуют Примерно у меня в голове всегда есть план, как я хочу оформить Но не всегда мои представления совпадают с тем, что должно в итоге получиться Мы когда начинаем прикладывать, и что-то не подходит Ну, и вообще я хотела что-то молочное, белое Может быть, чуть-чуть золотистое Ну, я не знаю Я люблю вот такие рамы с вензелями Но до этого, когда я работы вышивала У меня нигде вот эти рамы с вензелями не подходили Как-то, ну, более такие скромненькие рамки выбирала Я не знаю, подойдет ли сюда какая-нибудь такая ажурная рама Очень хочется Так, такой, да, в сентябре будет Да вот я паспарту не очень люблю А вот такие двойные я люблю рамы А светлее, вот белее, сюда не подойдет Вот там есть такая двойная, белее Я вот как-то представляла, либо молочную Вот у меня девочки оформляли Либо молочная, либо белая Вот эти, наверное, широченные сюда не подойдут Нет, вот я хотела, чтобы оно было прям такое вот кружевное, да, какое-нибудь Потому что вот сама она по себе работа Она такая простенькая Такие большие участки здесь зашивается одним цветом Мне кажется, здесь нужна, на мой взгляд, какая-то вот прям такая вот ажурная рама Ну, вот это вот мне не очень нравится Можно без нее? Без нее, вот если, да Вот это, мне кажется, более-менее сюда подходит Единственное, вот я думаю, такая огромная работа, не узкая будет рама Она же без паспарту, может быть, какой-то еще подрамничек сделать Вот этот вот пошире Я вот думала, если вот здесь прерубило, а здесь вот молочное с золотом Но такой нет Я вот такие рамы люблю, но вот никуда они мне не подходят Так хочется Да, они внимание на себя берут, но вот никуда мне эти рамы не подходят Я их каждый раз прикладываю Я только думаю, вот мне кажется, она узкая, такая огромная работа И вот такая узенькая рама Уже 5 сантиметров идет Мне вот эта так нравится Мне кажется, она слишком ярко Слишком ярко Вот молочное хорошо Вот это вообще отлично Вот она прям чуть-чуть бы пошире была Ну, оттуда, если не белое, а молочное маленькое Подрамник Так, цена вышла 2260 Но рама не та, которую я прикладывала Есть у нас такая услуга Доплачиваешь 100 рублей И забрать можно в этот же день В общем, мы сейчас съездим на почту И потом вернемся, заберем картину Так что я вам уже сегодня покажу оформленную работу Ну что, девочки и мальчики, подведем итоги Картину вешать я пока не буду По каким причинам я ее не буду вешать Вы можете посмотреть на моем канале «Жили-были» Я там об этом рассказываю Ну, это не так важно, в принципе Как вы видели на фотографии, где я держала в руках эту картину Масштаб работы довольно-таки большой И самый главный вопрос, который я сама себе задаю Вышивала бы я эту картину, если бы видела своими глазами готовый результат Честно скажу, не знаю Не знаю Все-таки на превью, на картинке он выглядит намного привлекательнее Чем я вижу его вживую Потому что 14-й каунт вышивается такими огромными фрагментами Но лучше заменить на 16-й или на 18-й каунт Еще один самый главный вопрос Который мучает всех вышивальщиц, у кого есть такая картина Дело в том, что первоначально эти картины шли на конве молочного цвета Затем канва была заменена на канву белого цвета Многие утверждали, что нитки в этих наборах разные Но сравнительный анализ никто не проводил Все проводили сравнительный анализ только по фотографии Я, как профессиональный видеограф, могу вам сказать Что по фотографиям делать сравнительный анализ невозможно Вот вы видите сейчас фотографии этой же картины Снятые в одной и той же комнате при одном и том же освещении Только картина чуть-чуть повернута И уже получается совершенно другой оттенок Но говорить о том, что нитки одинаковые, я тоже не могу Дело в том, что моя зрительница, спасибо ей большое, Ксения Прислала мне нитки У нее в наборе тоже была белая канва И у меня была белая канва И сейчас я вам покажу, какие нитки были в наборе у меня И какие нитки в наборе были у нее Я безмерно благодарна своим зрителям Которые поддерживают со мной в комментариях ВКонтакте Очень тесный контакт И мы с ними вместе можем провести сравнительный анализ И предупредить всех зрителей о том, что же есть на самом деле Потому что блогеры, когда говорят какие-то вещи, не всегда они наглядно это показывают То есть, ну, они голословно, допустим, сказали, что нитки разные Но никто не видел своими глазами и в этом не убедился Я видела видео, мне девчонки скинули Видео блогера И там как раз была эта картина готовая И блогер говорил о том, что Если в наборе белые нитки, то там другие оттенки Если в наборе желтая канва, то оттенки отличаются Так вот, я вас уверяю, что если у вас в наборе белая канва И у другого человека тоже белая канва Нитки там могут попасться абсолютно разные и непредсказуемые И сейчас вы сами в этом убедитесь Ну что, я хочу сказать про нитки Давайте сравним первую планшетку Вот моя планшетка один И вот планшетка Ксении Моя планшетка выглядит страшненько Потому что я вышивала на даче и на природе Поэтому прошу прощения, перевешивать не стала Чтобы вы видели так, как это в оригинале выглядит Но начнем с того, что вот видите Планшетки даже цвет отличаются Но это не важно Но вот я вам как хочу сказать От чего зависят разные фотографии Да, может разные быть принтеры, на которых печатают Но, да, картинки могут быть разные Но сравним нитки Внимательно давайте сравним нитки Так, посмотрим Нитки номер один белые Действительно, они белые У вас немножечко может искажать Я вам еще словами сейчас буду передавать Так как вижу это я Нитки номер один одинаковые Нитки номер два одинаковые Нитки номер три одинаковые А вот дальше нитки номер четыре Обратите внимание Вот эти темные это мои А вот эти голубые Это ксении Но отличается буквально на один тон Возможно, это окрас Возможно Но из-за того, что чуть-чуть Еле заметно нитки отличаются Посмотрите, как они кардинально Отличаются на картине Тем более, когда я выбрала желтую основу Как у меня стали подсвечиваться Эти серые нитки Если бы я вышивала на белой основе Они бы так не подсвечивались Ну, то есть, вы понимаете Да, от основы тоже зависит картина Так, далее идет бленд Тут все верно Далее идет так Шестой номер тоже Все нормально Седьмой Так Седьмой номер А вот седьмой номер Уже отличается У меня более коричневый А здесь бежевый Вот из-за этого у меня на вазе Резкие получаются переходы Потому что отличаются Далее Девятый номер Чуть-чуть отличается Но тоже, возможно, потому что Другая партия ниток А вот десятый номер Посмотрите Это кардинальная разница Вот десятый номер Ну, разве Это нитки одного тона? Это явно нитки разного тона Поэтому у меня получается Такая страшная ваза Ну, ладно Не будем придираться к оттенкам Которые не очень сильно отличаются Друг от друга Перейдем К планшетке номер два Здесь начинается самое интересное Давайте посмотрим Номер двенадцать Номер двенадцать Чуть-чуть отличается Номер тринадцать Чуть-чуть отличается То есть у меня он более шоколадный Номер четырнадцать Здесь наоборот У Ксении Более яркий вот цвет Вы видите Чуть-чуть тоже оттенок Но опять же, ладно, незначительно А вот теперь обратите внимание На оттенок Номер пятнадцать Вот этот шоколадный Это мой А вот этот почти черный Это у Ксении Вот как раз во втором варианте Которые блогеры называют монохромные И менее контрастные Вот у них вот такой контрастный цвет То есть если нитки более контрастные Вариант картины получается Более монохромные Вот понимаете Какой вообще визуальный эффект Может быть непредсказуемый Вот у меня более сглаженные Оттенки цветов Получается в Азии В самих цветочках Но разве можно Такую разницу делать В схеме девочки Ну посмотрите Ну это же Сразу понятно Что результат будет другой Я даже не знаю Какие слова подобрать Я думаю Что вы сами все видите И я не знаю Как это комментировать Далее Шестнадцатый цвет Шестнадцатый одинаковый А вот теперь семнадцатый Это вообще Здесь должны фанфары Звучать Что это Девочки Что это Вот этот цвет Зеленый С болотным оттенком Это Ксении А вот этот вот Бледный Это мой Разве это цвета Похожих оттенков Это номер семнадцатый Так Далее идут бленды Соответственно Мой бленд Это бленд Ксении Вот обратите внимание Вот это мой бленд А это бленд Ксении Это то что блогеры называют Это как раз то что блогеры называют Двухцветным месивом Вот это у меня Вот это двухцветное месиво Ну собственно это не я занималась Самоподбором Это то что было В наборе От меня здесь совершенно Ничего не зависело А дальше Еще фанфары Нет скорее уже не фанфары Та-да-да-дам Так судьба стучится в дверь Название этого Музыкального фрагмента Ну посмотрите Вот это ярко-зеленый Это мой А вот этот вот темно Такой темно-зеленый Это Ксении Ну и какие должны получиться Листики По-вашему С такими цветами Девочки Мальчики Вот это По уверению Производителя Те же самые нитки Одинаковые В разных наборах Причем и эти нитки были В наборе с белой конвой И эти нитки были В наборе с белой конвой В общем я думаю Что мои комментарии Здесь будут излишними Девочки я не называю Имя блогера сознательно Который снимал видео Об этом кружевном Букете И Я сейчас не буду Вставлять вам Скрины Переписки Потому что если бы Переписка была На моем канале То я бы эти скрины Показала Но Переписка была На канале Этого блогера Переписывались Между собой Два блогера И сейчас вы поймете Почему я не хочу Называть имена Не хочу давать ссылки На канал Но Но все-таки Я не могу Не зачитать Эти комментарии Потому что Эти комментарии Касаются меня Ну то есть Один блогер Говорит Молодец Поздравляю Тебе попался Правильный набор Так повезло Результат шикарный Листики четко видны Не то что у некоторых Двухцветное месиво Очень красиво Удача на твоей стороне Ну в общем У некоторых Двухцветное месиво К этим людям Отношусь я Потому что У меня нитки Отличаются От того блогера И в общем-то Говорить В таком ключе О других блогеров У некоторых Двухцветное месиво Можно было бы Смело назвать имя У кого именно Двухцветное месиво Удача на твоей стороне Ну в общем Что я хочу сказать Пока Блогеры Меряются Между собой Своими Вышитыми Картинами Мои зрители Нормально общаются Без всякого пафоса Без всякого Выпендрежа И в личку Мне присылают Свои фотографии Мы также Обмениваемся Нитками Мы можем Сравнить Ну в общем Я понимаю Что многие блогеры Приходят на канал Именно Выпендриться И кому-то Что-то доказать У меня нет Задача Кому-то Что-то доказывать Я вот сейчас Вам расскажу Все как есть На что другой блогер Который вышел Эту картину Отвечает Спасибочки Ну а что тут церемониться А что тут церемонии Разводить Говорю как есть Если цвета разные То результат непредсказуемый Некоторым В кавычках Просто надо Разуть глаза Ну собственно Разулаты я глаза Уже давно И вела переписку И когда я закончила Эту картину Нитки у меня Уже были На руках И большое спасибо Ксении Моей зрительнице Которая без всякого Пафоса И выпендрежа Просто Предложила мне Сравнить Наши результаты Вот девчонки Еще раз Убеждаюсь Что Блогеры Которые приходили Ко мне в эфир И которых я всячески Рекламировала Они Обращаются Ко мне И к другим Вот в таком Непонятном ключе Хотя я всегда Была доброжелательна К ним Всегда приглашала К себе Вы просите форматы У меня встречи С блогерами Если честно После таких комментариев Я просто хочу Вести свой канал Самостоятельно У меня это Неплохо получается Вот Вот вам ответ На все ваши вопросы Почему я не хочу Проводить встречи Потому что Потом Начинается Какое-то соперничество Я ко всем Отношусь Доброжелательно Я всех приглашаю В трансляцию Даже если у блогера Нет подписчиков Я с удовольствием Приглашаю И рекламирую Их канал Но потом Они вот таким образом Обо мне Высказываются Но не конкретно Обо мне Без имен Но понятно Некоторые Которые Вышивают Кружевной Букет На ютюбе Их не так много Можно пересчитать По пальцам И действительно У тех девочек Результат Похож был Друг на друга Мой результат Не похож У меня действительно Нитки другие И вы можете Это заметить Вот по этому Яркому блику На вазе То есть Если мы Сравниваем Два варианта Первое Что бросается В глаза Это Темно-серые Нитки Не светло-голубые Как в других наборах И вот этот Вот Светлый Блик На вазе То есть Вот превью Моего набора Напечатано На очень Тоненьком Листочке Очень-очень Тонкий Поэтому Не помять его За время Вышивки Очень сложно Вот видите Да На Вазе Большой Блик В принципе Производитель В своем превью Меня не обманул Что действительно Здесь нитки Другие Но Я же не могла Обратить на это Внимание Раньше Потому что Я не сравнивала Меня заверили Что все одинаково И посмотрите Какая здесь ваза Это просто Ужасная ваза Во втором варианте Ваза Очень красивая Ровная У меня Не очень И здесь Как вы видите Белая основа Посмотрите Как на белой основе Красиво смотрится Я жалею Что я ее поменяла Как можно Отличить Один результат От другого Внимательные Зрители Наверняка Уже заметили Вот этот яркий Блик На вазе Он действительно Не похож На другие отшивы И Нитки серые Они Чуть темнее Тоном Чем нитки В другом наборе Но собственно В серых нитках Небольшое отличие Возможно Это Зависит от того Что Нитки ПНК Кирова Каждая партия Отличается От предыдущей То есть Если вы имеете Палитру цветов Ниток ПНК Кирова То Следующая партия Может не совпадать С вашей палитрой В карте цветов Это Зависит От окраса Ниток Вот Один и тот же номер Может иметь Разные оттенки Вот именно Поэтому Когда заканчиваются Нитки В наборах Где ПНК Кирова Вам очень сложно Их будет подобрать Это действительно так Вот И что еще Я хочу сказать Есть группа Вконтакте Называется Нитокс Прежде чем Начать вышивать Эту картину Я задала Там вопрос У меня В наборе Белая канва Напишите мне Пожалуйста Отличаются ли Цвета ниток От тех наборов Где канва Молочного цвета Потому что Я хочу ее заменить Если нитки другие Я не буду возвращать Набор Но я не буду Менять канву Я оставлю ее белой И вот сейчас Я вам Сюда В видео Вставлю Скрины Переписку Этим же вопросом Задавались И другие Вышивальщицы И Фирма Нитокс Всех уверяла Что нитки в наборах Одинаковые Это было год назад Вот эта переписка Вся была год назад И даже Там женщина Которая очень сильно Возмущалась Ей не нравился результат Ей только просили Вернуть набор И вернуть деньги Но Уверяли Что она вообще Чуть ли не адекватная И Ей просто Это мерещится И реально Я в это поверила Я в это поверила И начала вышивать набор Я бы в любом случае Не вернула набор Я бы вышила И зрителям Показала правду Но я бы не меняла Конву На молочную На белой конве Вот эти нитки Которые были В моем наборе Они смотрятся Эффектнее Вот сейчас Я заменила Конву На молочную И этот серый цвет Он стал Очень сильно Бросаться в глаза На белой конве Вот эти серые цвета Они немного Сглажены То есть Я выбирала Цвет Чтобы он Немножечко Как-то Вот правая сторона Стала коричневая И мне не хотелось Чтобы был Резкий переход Вот в том наборе Где другие расцветки Там именно Резкий переход Я хотела его сгладить Но у меня Сгладить не получилось То есть Я бы эту картину Все равно вышила Результат Все равно Мне в общем нравится Но конву Я бы не меняла Я бы оставила белую И впредь Наборы ниток Я вышивать не буду Именно потому Что производитель Нас обманывает Почему обманывает Вы сами видите Скрины Где производитель Заверяет Что нитки Те же нитки Одинаковые Я вам сейчас Представила скрины Которые под фотографиями Прошел уже год Я к сожалению Не могу найти Всю переписку Там есть отдельная тема Которая касается Этого кружевного букета И там очень длинная переписка На мои комментарии Производитель Не отвечал Может быть он Там позже Месяц-два прошло Ответил Я уже не смотрела Вот Но под фотографиями Там всем отвечали Что нитки Одни и те же Я не понимаю Зачем нужно обманывать Народ Просто можно было бы сказать Что да Действительно Мы экспериментировали Мы пробовали Разные варианты И нитки Есть вот допустим Вот два разных варианта Я не знаю Может их три Может их больше Но судя по тем цветам Которые находятся В моей картине И которые прислала мне Ксения Действительно такое ощущение Что нитки мне сунули Зеленого цвета Вот просто какие были под рукой Я не говорю сейчас О самих цветах Я говорю о листьях И если некоторые блогеры Меряются своими успехами Я хочу вам сказать Что это не ваша заслуга Это производитель Либо положил вам Правильные нитки Либо неправильные Поэтому говорить О других блогерах В таком ключе Что некоторым Нужно разуть глаза Мы эти глаза разули Давным-давно Когда только начали вышивать И я об этом говорила Все это время Пока я вышивала набор Я сомневалась Я об этом говорила Поэтому мериться со мной Своими успехами не стоит Я не била себя в грудь Что мой набор идеальный Правильный И что мне крупно повезло Как раз-то я всегда говорила Об обратном Что мне не очень нравится Мой результат И даже на встрече Вышивальщиц Я спрашивала у девочек Как вы думаете Продолжать или не продолжать Голоса разделились Половина девочек Сказали продолжай Половина сказали не продолжай Почему собственно Я решила продолжить Не просто продолжить А именно Чтобы мне прислали нитки Чтобы я вам показала Готовый результат Чтобы я сравнила Отдельные фрагменты И сравнила нитки Потому что эти разговоры Уже на ютюбе ходят целый год И кроме того Как выпендриваться Никто из блогеров Сравнительный анализ Не провел И не показал зрителям Правду Вот вы понимаете Я сейчас почему Вам показываю Эти нитки И все это рассказываю Не потому что Мне хочется Что-то доказать Другим блогерам Я хочу предостеречь Зрителей Чтобы они Прежде чем покупать набор Думали Если вы купили Не расстраивайтесь Результат все равно Вы видите Получается отличный Единственная моя рекомендация Не меняйте канву Если у вас нитки Как у меня И белая канва Вышивайте на белый Вот посмотрите На ваше превью Если у вас Вот такой большой Белый блик на вазе Значит И ярко зеленые нитки Значит у вас Такой комплект Как у меня Вот вы видите Да Получается Сильно желтит Еще я и раму Выбрала Такую же желтоватую Это немножечко Не тот результат Который бы мне Хотелось видеть Если бы у меня Был фон белый А рама осталась Вот эта То я бы была Очень довольна Единственное В чем я Разочарована Что я послушала Производителя И заменила Цвет основы В общем Я считаю Что это очень жестокий Обман Со стороны фирмы Нитекс И я очень буду рада Если фирма Нитекс Напишет в комментарии Под моим видео Извинения Что таким образом Они нас вводили В заблуждение Зачем они это делали Непонятно Набор стоит Меньше тысячи рублей Все равно бы мы его Приобретали Все равно бы покупали Но думали бы Заменять основу Или нет Ну в общем Вот так девочки Но в любом случае Не расстраивайтесь Если у вас есть набор Вышивайте Все варианты Достойные И кстати Вот смотрите Вы сейчас видите На фотографии Один вариант Это Ксения Второй мой У нас разные нитки Собственно у Ксении Нитки такие же Как были У блогера Который Пытался нам Глаза разуть Но вот как видите Обратите внимание Ну не такая уж Прям кардинальная разница Если мы даже С вами посмотрим Внимательно На листья Ну да У меня резкие переходы На листьях Там тоже резкие переходы Там тоже есть Темно-коричневые цвета Причем Коричневый цвет Намного темнее Чем у меня И если говорить Что мой вариант Контрастный А второй вариант Более Монохромный Это не так Там как раз От чисто белого До почти черного А у меня Коричневый Не такой темно-коричневый Вот почти черный А он у меня Посветлее И вы видите Это когда я сравнивала Нитки Вот Так что Ну Что Что говорить Что говорить Ну в итоге В любом случае Дизайн Интересный Дизайн Красивый Я собственно Ничего против Не имею Этого набора Возвращать я его Не собираюсь Требовать Компенсации Вернуть деньги Я не собираюсь Меня вполне Устраивает Мой вариант Единственное Если бы все это Было без обмана Я бы не меняла Кону Я бы была счастлива Сейчас Немножечко Неприятный осадок Вот от этого Обмана Он остался Но будем Идти дальше Не будем Переживать И разочароваться Сейчас я вам Для сравнения Покажу Еще картину От Риолис Которая вышита В таких же тонах И собственно Почему я не стала Выбирать Такую же раму Которую мне предлагали В багетной мастерской Она бы выглядела Намного круче Чем это Вот в кружевном букете Мне она очень понравилась Но она была у меня Вот в той картине Но девчонки Все равно Вот эти две работы Они прекрасны Все равно Они прекрасны Конечно же У Риолис Лучше проработана схема Тут мельче Каунт 16 Но Я эту работу Белые розы Конечно же Люблю больше Чем Вот этот кружевной букет Но ничего страшного Этот кружевной букет Если понравится Дочке Она его заберет А если нет Я его повешу На дачу Собственно Пока он Побудет дома А потом Когда мы на даче Сделаем ремонт Я его повешу На дачу Рама у меня Вышла в два раза Дороже Чем сам набор Потому что Размер картины Огромный Хотя я хотела Дешевенькое оформление Для дачи Но Из-за размеров В принципе Получилось Подороже Но ничего страшного Но пишите В любом случае Своё мнение В комментариях Как вы считаете Достойна ли эта работа Лучше она Или хуже И как должен был Поступить производитель Вот в этом случае Большое вам спасибо За просмотр Ну а блогерам Я хочу пожелать Быть более Доброжелательным Друг другу Я с вами абсолютно Не соперничаю Я всегда готова была С вами сотрудничать И помогать Но теперь Десять раз подумаю Нужно мне это Или нет Желаю удачи Всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok